Сегодня в Минздраве призвали не создавать ажиотаж и не скупать массово медицинские маски. Говорят, для здорового человека это не панацея от вирусов. Между тем, больше 7,5 миллионов масок закупило государство для медицинских работников. А вот в розничной торговле в наличии имеется порядка 1 миллиона этих изделий. При этом потребность них резко увеличилась до 30 миллионов штук. С конвейеров этого фармзавода в Таразе сходят 80 тысяч масок в сутки. Готовая продукция разлетается на склады в Нур-Султане, Ктобе, Алматы и Шимкенте. А уже оттуда их распределяют по всей стране. В последнее время спрос увеличился. Пришлось наращивать и производство. Мы должны были им поставить порядка 1 миллион 200 по поставке, но мы дополнительно еще поставили им почти 2 миллиона 700. Мы закупаем новые машины, увеличиваем само производство, что было, и стараемся все это делать в запас. Сейчас в Казахстане медицинские маски производят всего 4 компании. Работать приходится круглосуточно и в 3 смены. Эти маски в первую очередь уходят для нужд людей, которые трудятся в зоне риска. Медработников, пограничников и таможенников. Государство для них закупило 7,5 миллионов масок. В резерве еще столько же, а вот в розничной торговле ситуация иная. После ажиотажа по коронавирусу в аптеках разом скупили 9 миллионов масок. Осталось еще около миллиона. А потребность составила еще 30 миллионов медицинских масок. Ввиду сложившегося ажиотажа есть рекомендация, которая отрабатывается сейчас с ассоциациями аптечных организаций, чтобы выдавали на руки именно 10 масок при покупке, чтобы не происходило вот этого ажиотажного выкупа масок тысячами, десятками тысяч штук. То есть были случаи, когда люди ходили по аптекам и выкупали по тысяче штук. Специалисты Минздрава при этом заявляют, маска вовсе не главное средство защиты от любого вируса. Нужна она тем, кто уже заболел. Здоровым же казахстанцам важнее придерживаться правил личной гигиены и временно отказаться от поезда к заграницу. Важным является соблюдение культуры чихания. Вот я сейчас вам продемонстрирую эту ситуацию. Посмотрите, вы чихнули в руку, держитесь за перила и спускаетесь. Следом за вами, если это больной человек, он распространяет таким образом коронавирус. Следом за вами идет здоровый человек, он держится за эти же перила. Зачесались глаза, потер глаза, он инфицирован. То есть у него свои правила. Это не та летучая инфекция, которая находится в воздухе, и надо одевать маски. А вот цены на маски никто не регулирует. Вместе с тем производители сетуют на подорожание сырья. Сказать вам стоимость, которая будет в рознице, ну где-то, наверное, по нашим расчетам, на сегодня от 80 до 100 тенге. Это на сегодня. Так как, еще раз говорю, сырье растет ежедневно. В 16 раз подорожал материал мель-блаун, который является основным компонентом в трехслойной маске. В Минздраве напомнили, дефицита в масках в медучреждениях нет, а в розничной торговле его создали больше искусственно. Граждан в очередной раз призвали соблюдать правила личной гигиены. Именно они эффективнее в борьбе с любым вирусом. И дело тут не в маске. Татьяна Ковалева, Анастасия Сулейманова, Султан Калдыбеков. Итоги дня.